Молодой юноша Тит От самого Господа повеление прочесть еврейские книги. Изучив Писание пророка Исаии, юноша узрел все языческие заблуждения и познал истинного Бога. А вскоре до жителей острова дошла весть о Христе Боге, явившемся на землю воплоти, живущем среди людей и творящем великие чудеса. Правитель Крита, приходившийся Титу дядей, решил проверить, правдивы ли слухи о Христе и отправил своего племянника в Иерусалим. Тит стал свидетелем множественных чудес Господа, крестных страданий Его и чудесного воскресения. Вернувшийся домой, Тит рассказал о всем, что видел, а после ушел к апостолу Павлу и принял от него святое крещение. Вошел святой Тит в число семидесяти апостолов и вместе с учителем своим проповедовал веру во Христа в разных странах. После поставил апостол Павел ученика своего епископом Крита, наставив его в обязанностях пастырского служения. И святой Тит, неусыпно трудясь на ниве просвещения в учении Христовом, обратил к вере в Господа многих язычников. Особенно много язычников отринуло от своих богов лживых, когда епископ, проходя мимо построенного идольского храма, помолился и капище разрушилось до основания. На девяносто четвертом году жизни святой Тит мирно приставился ко Господу, просветив свой родной остров Крит и многие другие окрестные земли светом веры Христовой. Седьмое сентября. День памяти святого апостола от семидесяти Тита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok